Итак, дорогие друзья, я рад приветствовать в рамках нашей еженедельной рубрики «Литературная гостиная». И сегодня мы с вами вернемся к тому, с чего начиналась «Литературная гостиная», когда мы с вами говорили про Афанасия Афанасьевича Фета. Если до этого мы с вами обсуждали его биографию, я рассказывал про то, что его жизнь вполне похожа на жизнь такого романного героя, потому что там есть и роковые истечения обстоятельств, и попытка пробиться через какие-то особенности судьбы, и многое-многое другое, то сегодня мы с вами поговорим непосредственно про его тексты. Потому что в рамках моей подрубрики «Читая Актащику», я бы хотел сегодня обратиться к его стихотворению и поговорить про два стихотворения, которые не были восприняты современниками, потому что современники абсолютно не поняли стилистику Фета. Но, однако, они остались впоследствии, остались как вечная память об этом поэте в том числе. Первое стихотворение я его прочитаю, и потом немножко расскажу про его предысторию. И, соответственно, мы с вами посмотрим, что же такого необычного в этом стихотворении с точки зрения его возможной структуры. «Шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыхание сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица, в дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, и лапзания, и слезы, и заря, заря». Казалось бы, очень маленькое стихотворение, которое, по сути, кажется, что может написать практически любой. Но если мы с вами посмотрим на структуру данного стихотворения, то мы с вами увидим очень много интересных особенностей. Во-первых, все наши с вами три четверостишья представляют собой только одно предложение. Друзья мои, это одно предложение. Посмотрите, пожалуйста. То есть стихотворение представляет собой одно предложение. Дальше мы с вами будем смотреть на данное стихотворение и увидим, что в этом стихотворении нет глаголов. Здесь у нас с вами только существительные и прилагательные, и больше ничего. То есть автор, в данном случае Афанасий Афанасий Фетт, намеренно берет в качестве своих инструментов, в качестве своей кисти, в качестве своих красок определенные языковые средства, которыми он рисует. Это, знаете, похоже на то, когда художник рисует картину и не берет какой-либо цвет. Например, он говорит, я рисую картину только красным и синим, и я не беру зеленый, например, цвет и желтый. И в данном случае у нас, конечно, появляется абсолютно иная картина, чем если бы художник рисовал всеми красками, которые ему доступны. Почему же так происходит? Обратите внимание на год создания данного произведения. Это 50-й год. То есть в 50-м году Фету всего 30 лет. И он уже в свои 30 лет создает вот такое вот интересное, структурное интересное стихотворение. Более того, вы знаете, в конце 19-го века, в 80-х годах появляется такое направление, как импрессионизм. Наверняка очень многие известны по работам Мане, например, да, и Клода Мане, и Эдуарда Мане очень многие известны импрессионистические работы. Импрессионисты, они, конечно, были тоже непоняты современниками очень многими, то есть многие не понимали, что это за стиль такой. Более того, особенность импрессионистских работ очень многие заключаются в том, что если их рассматривать очень близко, то ничего не понятно, кажется, как будто это просто непонятные мазки. Для того, чтобы увидеть импрессионистическую картину в красках, для того, чтобы увидеть, что на ней создано, что на ней нарисовано, чтобы увидеть творчество и талант писателя, создавшего эту картину, нужно отойти на расстояние и посмотреть, и тогда уже абсолютно по-другому представляется картина. Более того, очень многие обвиняли импрессионистов в том, что они создают нереальные картины. Они говорят, ну не может быть так. Но дело в том, что импрессионизм и импрессионисты от слова impression ориентируются в первую очередь на впечатление. И для художника крайне важно запечатлеть не реальную действительность, которая окружает мир, окружает в том числе и художника, а для художника крайне важно передать с помощью красок, если мы говорим про импрессиониста, или с помощью слова, если мы говорим в данном случае про Афанасия Фетта, крайне важно передать не реальность, а впечатление от этой реальности. Понимаете, какая интересная штука? И вот если мы с вами здесь посмотрим на это стихотворение более подробно, то мы с вами увидим очень интересную такую картину, которую, в общем-то, можно рассмотреть, если, опять же, отойти на расстояние. Давайте посмотрим, о чем же здесь идет речь. Шепот робкое дыхание. Трели соловья. Что такое шепот робкое дыхание? Трели соловья. Это звук, правда же? Более того, шепот робкое дыхание – это звук, который находится где-то рядом, потому что шептать можно только буквально близко. Но моментально, когда писатель добавляет слово трели соловья, картинка расширяется, и звук, который находился рядом с человеком, мы уже моментально слышим что-то на большом-большом расстоянии. Серебро и колыхание сонного ручья. Может ли это быть близко? Нет. Нет, значит, мы услышали что-то рядом с нами, робкое дыхание, наш звук пошел дальше, мы увидели картину трели соловья, дальше мы посмотрели, мы подключаем зрение, если до этого был звук, то теперь мы подключаем зрение, мы видим колыхание сонного ручья серебро, то есть отблеск, это где-то там, свет ночной, ночные тени, тени без конца, это мы с вами осматриваем, то есть что-то там, костер, факел, свеча, дает какой-то отблеск на окружение, то, что у нас с вами есть. Мы опять с вами смотрим далеко, и мы с вами используем зрение, ряд волшебных изменений милого лица, мы опять с далека переходим в близко, мы с вами рассматриваем уже рядом стоящего человека, мы смотрим его изменения под воздействием света. В дымных тучках пурпурозы, что такое в дымных тучках пурпурозы? Это где-то там, то есть совсем далеко, мы с вами поднимаем взгляд наверх и смотрим на небо, смотрим на что окружает отблеск янтаря, и опять лапзания и слезы, что это такое лапзание и слезы, да, поцелуи, но это уже находится близко-близко, совсем близко. И более того, если до этого шепот, робкое дыхание, это был звук, серебро, колыхание в дымных тучках пурпурозы отблеск янтаря, это было в какой-то степени света, да, это было какое-то зрение, то лапзание и слезы, это уже то, что называется киноэстетика, это ощущение. И поэт, в данном случае Фет, передает нам вот это вот ночное свидание двух возлюбленных, двух влюбленных за счет того, что он передает нам звуковое, что они слышат, за счет того, что он передает нам зрительное, причем и близко, и далеко, за счет того, что он передает киноэстетику, то есть ощущение, которое происходит. И дальше «Заря, заря». Очень многие, соответственно, пародисты, современники Фета писали пародии на данное стихотворение и говорили, ну вот ему не хватило в конце слов, поэтому в данном случае он сказал и «Заря», но чтобы не закончить, сказал, ну «Заря, заря», как бы, как и раньше. Но если мы с вами подойдем к этому с точки зрения понимания, что все в стихотворениях гениального поэта находится не просто так, тогда мы с вами поймем, что дело не в том, что Фет не мог подобрать какое-нибудь слово, например, он мог писать «И волшебная заря», но он пишет специально «Заря, заря». Почему? Потому что в дымных тучках пурпурозы, которая происходит, это заря, которая происходит у природы, заря поднимается солнце. Но заря, которая происходит после того, как, да, влюбленные в данном случае, происходит их первый поцелуй, заря происходит и в их сердцах, потому что в данном случае что-то теплое, почти практически солнечное возникает и в их сердце. И вот это, наверное, интересная находка автора. Это мы с вами рассмотрели с точки зрения того, как он практически как импрессионист создает нам картину ночного свидания двух возлюбленных. Теперь давайте посмотрим с вами еще один момент. Обратите внимание, шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыхание сонного ручья. Когда это происходит? Это происходит уже вечером. Это вечер. Свет ночной, ночные тени. Когда это? Это глубокая ночь. Потому что тени без конца возможны только, когда уже все стемнело. И от отблеска свечи, например, или какого-либо фонаря, да, в данном случае даются какие-то отблески. А в дымных тучках пурпурозы что это такое? Это уже рассвет. И получается, что в данном случае автор создает нам картину, при которой он написывает вечер, во втором четверости описывает ночь и дальше он описывает рассвет. То есть картина еще, которая здесь создана всего одним предложением, друзья мои. Одним предложением. Картина еще с точки зрения времени быстро и очень интересна. Ну и еще одно стихотворение, оно у нас относится к 1881 году, которое тоже достаточно интересно с точки зрения разбора. Давайте с вами посмотрим. Это удрость, утро, радость это, это мощь и дня, и свет, этот синий свод, этот крик и вереницы, эти стаи, эти птицы, этот говор вод, эти ивы и березы, эти капли, эти слезы, этот пух не лист, эти горы, эти долы, эти мошки, эти пчелы, этот зык и свист, эти зори без отмения, этот сдох ночной селения, это ночь без сна, это мгла и жар постели, это дробь и эти трели, это все весна. Через 31 год после шепота, робка и дыхания написано стихотворение. Но опять же, здесь та же самая, да, та же самая техника, которая за все эти 30 лет, а мы с вами знаем, что биографию Пьета нельзя назвать очень легкой, да, по жизни, за эти 30 лет никуда не потерялась. Это мастерский способ рисовать картину, потому что посмотрите, что здесь у нас с вами создается. Опять, это утро, радость, это мощи дня и света, это зрение, этот тени свод, мы смотрим наверх, этот крик и вереницы. Мы слышим звук, и мы слышим, что что-то наверху движется, но мы с вами не знаем, что. Автор говорит, крик, вереницы, я не могу понять, что это. Эти стаи, он еще не может подобрать слово. И вот оно, эти птицы. То есть, обратите внимание, появление вот клина птиц передается вначале через звук, потом передается через зрение какой-то объекта, потом мы понимаем, что это стаи чего-то, и теперь мы понимаем, что это стаи птиц. Это так называемое приближение. Как будто наше с вами зрение, оно удаляется вперед. Этот говр, вот эти ивы и березы. Автор перекидывает взгляд на то, что его окружает. Эти капли, эти слезы. Этот пух, не лист, то есть в данном случае. Эти горы, эти долы, масштабное зрение. Эти мошки, эти пчелы. Минимальное зрение находится рядом с нами. Опять звук, этот зык и свист. Эти зори без затмения. Обратите внимание, слово зори, не заря. То есть мы с вами, если до этого рассматривали даже какой-то конкретный день или конкретный вечер, то теперь мы с вами рассматриваем неограниченное время. Эти зори без затмения. То есть длительный период. Этот сдох ночной оселения, это ночь без сна. Это мгла и жар постели. Мы с вами переносимся с природой, мы с вами переносимся в какое-то уникальное место, в дом какой-то. Это дропи, эти трилли, это все весна. И вот весна передается опять за счет этих категорий. Ну а если говорить с точки зрения временного движения, то мы с вами видим тот же самый прием, что в шопе тропка дыхания. В начале, когда мы говорим про говор, вот, про крик верениц, стоя птиц, когда у нас с вами прилетают птицы, вспоминаем картину, горячей прилетели, самая ранняя весна. Дальше второй абзац. Что такое капли, слезы, пух, небист, мошки? Когда у нас появляются мошки пчелы? Они у нас с вами появляются в середине мая, в начале мая. И опять же, эти зори без затмения. Зори без затмения, что такое? А, так это же белые ночи. А когда у нас с вами белые ночи? Уже ближе к июню, в конце мая. И вот, в данном случае, у нас вся весна описана с помощью трех четверстишек. На мой взгляд, это действительно достойно изучения и интересного исследования текста Фанасья Фанасья Фета, что я вам, собственно говоря, рекомендую. Открывайте сборник и читайте, и наслаждайтесь данным гениальным творением. Спасибо вам за внимание. На этом литературная гостиная. Рубрик на сегодня подводим к концу. Спасибо. Спасибо.